И о использовании, применении приборов биологической обратной связи. Направление перспективное, потенциал невероятный. В приложенной статье я описываю опыт клинического применения. Я использовал эти тренажеры в большей степени целительные ритмы, компьютерный тренажер, в своей работе в кризисных центрах в США, в работе с детьми и подростками с эмоциональными, психическими нарушениями развития. Об этом вы можете почитать в этой статье. А также о перспективах, возможностях развития использования этой программы и как терапевтического средства, и как метода самопознания, самоисцеления, и как медицинского, ну скажем так, околомедицинского тренажера, который помогает в реабилитации, и как инструмент-тренажер для корпоративного развития. И, естественно, это новый бизнес, это новое направление. И бизнес-проекты, если вас интересуют, обращайтесь ко мне, будем обсуждать, несколько заготовок уже есть. Так, и кроме, важно упомянуть, клиническое использование, необязательное с детьми, работа с эмоциональными, психическими расстройствами, расстройствами развития. В США описано использование биологической обратной связи, и, в частности, этого тренажера в реабилитационной работе с зависимостями. Речь идет о психоактивных веществах алкоголя. Нельзя не упомянуть пользы для здоровых людей и здоровых детей. Помощь в саморазвитии, освоении в своих способностях, научиться пользоваться, повышение своего эмоционального интеллекта, формирование стрессоустойчивости, развитие навыков эмоционального баланса. Удивительное преимущество, особенно для детей, это метафорический сказочный язык описанных программ. Сказочный сюжет, включающий базовый метафор развития человека и формирование основ и навыков самопознания. Имеет смысл упомянуть успешное применение биологической обратной связи в профилактике и лечении психогенных соматических расстройств, заболеваний, прямая профилактика сердечных кризисов разного рода, лечения кровяного давления и мигрений. И то, что называют синдром холодных ног. По сути, это прямой тренинг профилактика сердечного кризиса. Среди нетерапевтических возможностей применения биологической обратной связи выделяется контекст управления стрессом и профилактика профвыгорания в корпоративном мире, развитие ментальных навыков с профессионалами в областях, требующих повышенной психологической эффективности и баланса. Спецслужбы, топ-менеджеры, ученые, спортсмены, хирурги, те, кому нужно поддерживать высокую работоспособность и умение выдерживать давление. Я имею в виду эмоциональное, психологическое и часто физическое давление, сохраняя работоспособность как можно дольше. Ну, а также военные, политики и так далее. Это далеко не все возможности применения. Они раскрывают себя. В большей степени они развиты в США, в Канаде, в Англии. Большие перспективы и добро пожаловать использовать эти перспективы в свою пользу, ну и в нашу с вами пользу. Итак, напоминаю, меня зовут Андрюх Флешин. Я психолог, психотерапевт, тренер, обучающий тренер, ведущий обучающие программы. О моих программах, о тренингах можно узнать у меня на сайте www.flashin.org Все просто. Добро пожаловать!